Вот я сделал на качере транзистор качер и вот преобразователь и тут он может менять выходное напряжение 35 вольт до 35 вольт тут входит теперь 31 вольт поэтому он может от одного вольта до 31 вольта менять напряжение я вот так включал качер и менял напряжение и ничего никакого изменения не было вот параллельно съемные конденсаторы 2 последовать тут вот параллельно трем виткам конденсаторы параллельно вот этот качер лампа 40 ватт вроде 25 ватт можно 16 ватт включить вот так вот строить немножко резонанса он тут не на этой самой частоте примерный был такое потребление вместе с качером этим и этим преобразователем вот можно померить напряжение какое входит какой выходит теперь вот тут под низом алюминиевая пластина лежит и она вот как экран тут подключена вот чтобы немножко наводки снимал из пушкова но теперь тут особо не нужно от предыдущих экспериментов осталось на пачка гений вот если можно такой преобразователь только послабее купите на качера затвора установить либо все стабилизаторы напряжение поставить чтобы на затворе был то есть на базе всегда одинокий одинаковый делитель было всегда одинаковое напряжение подавалось чтобы там на 12 вольт выпускалась если кому надо то имеется 29 вольт на входе немножко может просела и на выходе что показывает выходе 29 тоже вольт вот лампу горит возле качерогена вот этот вот этот резистор регулирует напряжение этот регулирует то как я понял напряжение максимально выстроено по часовой стрелке это увеличивать напряжение против часовой уменьшать вот я буду крутить прочь против часовой стрел и вот когда есть нагрузка сильно тогда там горит красная лампочка когда нет нагрузки либо слабо тогда синяя загорится загорается вот эти конденсаторы на 35 вольт тысяч микрофарад тут стоит один дроссель тут один диод и один транзистор вот короче против часовой буду понижать напряжение там еще частоту можно смотреть но теперь выключилась но частота там не меняется почти ты понижай ты не 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 а ты не не а ты это что я не не можно измерить напряжение. Вот уже синяя лампочка заберелась, уже там только очень маленький потребляемый. Вот на выходе 15 вольт. Оно еле-еле работает. Все, лампа погасла. После касания моих. Я снова увеличу напряжение, чтобы она загорелась. Теперь опять буду понижать. Погасла. Погасел еще может работать. Очень слабенько. Напряжение. Посмотрим. 4 вольта. И вот, если бы тут был какой-то ядерный магнитный резонанс, то как я понял, у него... Он как бы появляется при определенном... Магнитном поле и при определенной... Частоте. Если выше частота, например, Есть постоянное магнитное поле и потом... Определенной частоты подается... Волна. Если эти волны... Если эти волны... Если частота повыше, тогда может быть поле послабее. Если частота ниже, тогда... Должна быть... Должна быть... Поле сильнее. И поэтому... Если тут был бы... Ядерный магнитный резонанс, тогда... При разной частоте... Как бы появился эффект... Он должен знать... Может и от частоты зависеть... И от силы магнитного поля высокочастотного... Насколько я помню. А тут вот... Крутил частоту и нигде никакого... Эффекта не было зацепно. Значит... Думаю, что тут нет... Ядерно-магнитного резонанса. И тут... Так... Смысл в чем-то другом... Смысл в чем-то другом. Смысл в чем-то другом. Продолжение следует...